Спишет или нет? Или реформа возможно? Война это то, что нельзя не видеть. Все, кто сидят сейчас в этом зале, делают вид, что Украина не воюет. Я считаю, что это неправильно. Чего вы изображаете все, что Украина не воюет? Я был на передачах Жени Евгеньевича Киселева, друга моего, в благословенные времена Януковича. Сейчас вся риторика ровно такая, как будто нет войны. Как будто упрямый Порошенко, от того, что ему нечего делать, и пьянь, которая там вокруг него, с какими-то девками или что. Это что? Это что, правда, что ли? Это же фигня все. Зачем вы все делаете вид, что не идет война? Зачем все, кто сидят здесь, делают вид, что мы не стали за... Буквально сколько? Три месяца, да, прошло? Шесть, три, шесть, семь. Семь месяцев прошло. Семь месяцев. Майдан. Эти убежали. И пять дней. Страна стала сходить с ума. Многовластие. Вывезли деньги. Россия забрала Крым, ввела войска. Сумасшедший дом. Люди гибнут. Все сидят и говорят, что-то мы реформ не видим. В Грузии, если мы говорим о Грузии, случилась трагедия. Потому что Саакашвили, как многие здесь горячие головы говорят, вот что-то мы не видим реформ, он ломал страну через колено. И что получилось? Все как ожидалось. Совершенно спокойно, в один прекрасный день по демократической процедуре выбрали не его. Вы хотите, чтобы господин Порошенко начал, эх, реформы? И после этого, чтобы граждане, даже без Майдана, спокойно на демократических выборах выбрали новую реинкарнацию партии регионов? Давайте не забывать, что есть президенту, президента есть в этом доверии. 56% по всей стране. Было. 22 уже. 22, безусловно доверяют президенту Украины. Последняя социология говорит 22%. Еще раз повторяю. Знаете, есть разные опросы, а я не закончил. А вы просто говорите вещи, которые принимаются как особистые образы, личными людьми, такими, как я. Вы можете воспринимать свои речи, как вам угодно. Итак, у президента 56% в этом доверии. Его выбрали всей, на всей территории Украины, и он стал президентом. Не далее, когда была президентская пресс-конференция. Вчера он объявил о том, что будет это первым пунктом, это будет это и это первым пунктом. Да. Круто. Я свидетель был там. Круто, да, круто. Ох, круто это он все сделал. Какие вопросы у граждан? У граждан вопрос справедливый, который вот вы задавали. И вы, Ирина. А почему так долго ждали? Почему чего-то, хотя бы что-то одно, не начали раньше? Справедливый вопрос? Справедливый. Но делать вид, что такая огромная страна, раздираемая противоречиями территориальными, мы знаем с этим Лугандой это, раздираемая противоречиями элит. Все прекрасно понимают, как меняется элит. Насыщение, вы правы абсолютно. Мне кажется, что нельзя в одну секунду элиту поменять. И это будет грандиозная трагедия. Инфильтрация. Вы абсолютно правильно сказали. Но кто может сказать, что можно поменять? Можно я, пожалуйста, я говорю, Евгений Алексеевич, если вы меня слушаете, я ищу данные, которые нам в обручу. Евгений, у меня здесь не обручает, просто давайте дадим я с него. Да.